После последнего оффроуда, мало того, что солярка закончилась, еще какая-то проволока, пили ее. Вот там, да, может, впереди. Короче, это приключение на ровном месте. Двери еле пооткрывал, все позакисало, попримерзало. А я еще какие-то звуки слышал, что были какие-то странные. Это мусорно-танковую выбрасывают. Последний раз мы 31-го. Круг там такой серьезный на болгарке. Впереди там, да, может, еще ближе где-то. 31 октября катались почти месяц. Потом был Харьков с крутым оффроудом. Завтра, я думаю, будет хорошо. Погода шикарная. Сейчас плюс 4 примерно. Мы уже в новом логове. Сейчас покажу. Там Саня делает реконструкцию электрики. Интернет уже есть. В общем, полная красота. Резанее еще или нечем уже. Ну, чтобы меньше распутывать. Кардан не отрежь только. Нормально намотали. Я еще переживал какие-то, думаю, звуки странные. Ну, вроде как с карданом какие-то проблемы оказалось. Проблемы с карданом, но не совсем. Так, что еще вам показать? Колеса накачали. Заправимся утром. Стульчик детства оказался на танковой в конце, кто не видел. Что еще? Головка Залупазловская в боксе, вот в том новом красивом. С нового мотора, я имею в виду. Что получается? Хорошая проволока, кстати. В хозяйстве пригодится. Тут немножко, небольшая петля оторвалась. Ну, это все надо вообще. Хочу все снизу срезать и новое полностью. Легенькое сварить и двери легенькие, новое. Без вот этих всех дополнительных усилений. Валерию с котлеты удалось 400 килограмм снять, просто убрав все старое тяжелое и приварив новое легкое. Что, хорошо намотало, да? Потом, что сальники текут в раздатке? А, горько никак. Попробуй промотать там ее. Что буду размотать? Так, тут подошел серьезный, очень подготовленный. Говорит, у меня как раз кусачки есть с собой. Не, нихуя. Тихо. Что, нет, их, что, не кусаются? Да не. Не, так надо, ты кусай и вращай кусачками, и может тогда это. Да не, оно даже не. Еще просто опять исполняй. А, я понял, тогда не надо. Тоже новое парадное, да? Да, я уже одни сломал. А, ты жесткий тогда. Чтоб не уволили. Чтоб не уволили тебя просто. Да. Еще одни сломаешь, уволят и все. Угу, и все. Прощай, наживо. Сейчас зайдем к суровому. Что он тут, что он тут творит? У него тут интернет уже. Саня, так а есть интернет уже? Да. А выключи музыку. Не хочет. Ладно, я сам тогда, я умею. А не, мы не переставали нахимить снимать. А что ты, глянь, он уже в вайбере что-то пишет. А что ты пишешь? А, ну тебе надо вот это вот, что я пишу. А, не, ну может и в общественном каком-то. С пальца сюжет вытягиваешь. Да, да, высасываю сюжет. Спасибо, это для сюжета? Для сюжета болт. Классный, слышно. Я смогу его в УАЗе где-то применить? Можешь, конечно. Ладно, пусть пока полежит. Можешь последить, чтобы не украли? Я качели сделаю лучше. Крылатые? Так а можно болт поставить? Болт поставить. Не, нет, он будет давить, давить будет. Короче, там с проволокой боремся. Не так просто там. Фонарь хороший. Смотрите, друзья. 124-й Мерседес. Купеха. В нехилом состоянии. А в хорошем состоянии он снизился? Все работает. Все работает, да? Это конденсание. А что, 2.3, 2.0? 2.0. Нет, 2.2. 2.2, да, это же новей мотор уже. Да, делали машины шикарные просто. И что, АБС работает? Все работает. И газ? Все починили, головку делали. Не, ну в нормальном виде таком, да? Да, не даже шикарь. Да, что-то для меня вот радует. Какая? Сломал? Не, сейчас не радует подключить. Радует, да? Стой, 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 стой. Сейчас ты... Там ключи надо, да. Ох, елки. А что, не работало раньше? Сейчас подумает еще куда. Все работает. Раз, выходишь, только уехало. Все красиво. Шикарно. Зажание открыто. Да, включи. А мне вот эта штука нравится. А, и вот эта. О, ну это вообще. А ну вверх теперь. Да не, ну нереальный аппарат. Слышишь, в ТикТоке смотрю, 124-й был, 6,3 В12. 7,3. 7,3 В12. Ну их там что-то очень мало. Так он разгонялся за 4,5 секунды до сотки. Наравне с Феррари тех лет. Ну короче, там просто нереалово. Брабус. Брабус дорабатывал, да, кажется. Ну они взяли обычный 6,3. Ну не, обычный 6,0 они взяли В12. Ну тот, что на 600-м был. Ну да, они добавили... 6,3 это В8. Не, В12. В8, 63. А, 6,3 В... А, нет, 6-литровый В12. У меня когда Юля садится справа, она такая, видишь, что поддается. Я говорю, спасибо. Ну тут и музыка. И все дела. Саня говорит, снизу все сделано идеально весь. За 5 взяли, 6 вложили. Получилась хорошая машина. Больше, да? Больше, да? Если поднять снизу, смотри, не снимает полностью балку сзади. Балка к Вазилии на пескоструе. Ее покрасили в черный цвет, хотя предлагали краску. Он тоже войдет на город. Да не, но он ближе к оригиналу, я понял. У меня тут все рычаги новые, вообще сзади все новые стоят. Ну я понял, то есть кусок работы серьезный. Не, ну там на 5 не тянет, на 6. Ну что же, боже, пусть. Так мы тоже делали. Да они меньше, наверное. Красили. Красили, морду уже меняли. А, и красили? Не маривали морду полностью. А, я понял. Ну шикарный аппарат. Суровый, не хочет залупазлик делать. Ну шо там? Телефон обрежем, блядь. Он там борется. Борется конкретно. Так это же специальная проволока, алло. Усиленная. Усиленная, да. Ага, может включить. Саня, я поднял тебе стеклоподъемник к своей стороне, а мой не поднимается, что-то подклинивает. Что с задней дверью? Подклинивает тут. Болст стеклоподъемника сломан. А, не, вырвано даже вместе с гайкой, кажется. А можно насквозь прикрутить. Там вырвано. Так у меня справа, здесь справа. С задней дверью проблемы, посмотри, оторвалось. Я тебе говорю, что на сварочной работе надо заехать. Поднимать не надо было машину простоять, хайджеком. Да при чем тут? А, да не, ну как, это машина... В смысле, как это? Да нет, тут усиленно все было раньше. Когда? Когда шпаклевка была свежая, видишь, она... Двадцать, двадцать назад. Да не, ну десять лет назад подымал, и не было проблемой. Теперь уже есть проблемы. Где проблемы? Нормальная дверь? Не, нормальная, просто вот оторвалась, видишь, петля полностью. Ну, это типа... Можешь ты подварить? Конечно. Не хочешь, так и скажи. Ну ладно, тут просто петли подклинили, понял? И здесь она сейчас с ходуном ходит, я боюсь, что оторвется. Вон я тут тормозушкой намазал, но, наверное, не поможет. Ты знаешь, такой герметический кузов, то, в принципе, двери там нахер не нужны. Так, при чем тут не нужны? Одну же грязь падает на раскаленные сапоги. Ага. Ну что там, ты борешься? Иди за зелеными кусачками. А не он разматывает все. Там сальник не повредил, он и так порван. Это же там, где сальник, да, порван? Где вы эту проволоку нашли? На танковый. А я еду, понял? И такие звуки какие-то странные. Думаю, должен кардан отвалиться, а он не отваливается. Может, Серега наш замотал специально, чтобы не отвал кардан? Может, не знаю. А вдруг шлажки поставили пока? Да нет еще. Ставить? Ну да, давай ставить. Сейчас зальем антифриз еще. Так, в общем, друзья, все. Что там, получилось, нет? Нет. Не выходит? Можно кусачки взять все-таки? Кусачки я пробовал. Ого, там намотало, елки-палки. Не подается даже. Буду вот так вот. Будешь по кругу? Да, мотануло, а не кисло там. И все, завтра будет оффроуд. В принципе, так. Чуть-чуть подготовили тут пыль. Пыль протерли. Немножко. Попылесосил. У меня тут щетка специальная. Так хорошо она пылесосит. Очень. Все, все убирает. В общем, всем до встречи. Завтра оффроуд. Будем кататься будет много. Завтра должно быть машин разных, интересных. В общем, как обычно. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok